здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградарству и винодели зовут меня Светлана я биолог по образованию виноградарь по призванию с нами все это понятно и доступно сегодня мы поговорим о снятии зеневого укрытия с виноградных лоз поговорим о подходах к срокам снятия этого самого укрытия мы свое укрытие как вы видите снимаем все в процессе объяснить почему мы делаем именно так сначала про подходы подходов существует два вообще существует треть вообще не укрывать но это могут себе позволить далеко не все мы же все-таки говорим о том что укрытие у нас есть первый вариант можно снимать укрытие рано пока почка еще спит виноград подвязывать если на момент спящей почки придут какие-то заморозки морозики то ничего страшного не случится потому что почка еще спит конечно если она начнет просыпаться пробуждаться и в тот момент придет мороз тогда такая почка повредится и подмерзнет соответственно понимаем да что с одной стороны мы удобно открыли подвязали с другой стороны ну если вдруг уже почка проснулась нам надо думать как виноградник защищать второй подход это держать виноградные лозы под укрытием до последнего когда уже пройдет опасность всех заморозков казалось бы хороший способ не надо смотреть прогноз погоды да можно спать спокойно но мы все очень сильно зависим от погоды если у нас долго стоит теплая погода то виноград начинает под укрытием расти и вот здесь возникают нюансы смотрите наше укрытие она светопроницаемая и было некоторые года мы держали под укрытием до последнего до 9 до 11 мая то есть даже под ярким солнцем когда мы открывали ну все все нормально молодые побеги адаптировались если укрытие какое-то другого плана которая не пропускает свет побеги будут белыми не у них есть опасность погореть на солнце и это может опасность даже ну и не один день держаться соответственно если мы открываем поздно да и у нас уже там что-то наросло да у нас было плотное укрытие нам надо опять же подумать как еще защитить от света потому что будет обидно спасти от заморозков да и чтобы потом она погорела на ярком солнце весеннее солнце бывает очень ярко и очень агрессивно к сожалению второй минус если у нас побеги уже большие то подвязать такие лозы очень и очень сложно и много побегов лучших самых красивых на тех которые первыми начали свой рост обламывается конечно я слышала что и никакой проблемы там нет дело в том что все еще зависит от того какого возраста у вас кусты и как вы их ведете как вы их выращиваете если кусты молодые если там только-только начали формироваться плодовые стрелки конечно это сделать назовем так достаточно легко ну когда у вас старый виноградник когда вы его хорошо нагружаете я привожу пример нашего виноградника мы ведем лозы по двум плоскостям мы используем усиленное плодовое звено либо спаренные рукава и того у нас получается на каждый куст 8 плодовых стрелок плюс смещенная зона плодоношения вот когда у вас лежит все это добро на земле с кучей зеленых побегов то распутать это без повреждений практически нереально это тянет большую кучу времени конечно конечно если бы условно вот сегодня почки только тронулись в рост и мы понимаем что через два дня придут заморозки а потом все будет хорошо это одно ну вот мы сейчас принимаем решение открывать наш виноградник сегодня у нас 8 апреля буквально два дня назад мы заглянули под укрытие и там почки уже просыпаются до мая у нас опасность заморозков держится до 9 мая иногда чуть дольше так вот при таких теплых погодах как сейчас стоят при том что почка уже начала пробуждаться мы не под какими укрытиями виноградного за просто не удержим у нас там будет огромный прирост который до половину мы обломаем и будем тут сидеть месяц а все это распутывать поэтому мы виноградник открываем тем более что прогнозы погоды у нас довольно теплые в ближайшее время но при этом конечно же мы понимаем что опасность заморозков существует и да у нас начинается такое не совсем спокойное время нам надо будет следить за прогнозом погоды на ближайшие два-три дня потому что нам на больше синоптики чаще всего ошибаются и быть готовыми в случае необходимости все это опять укрывать мы к этому подготовились кроме вот этих вот одеялок мы еще закупили полкилометра дарнито плюс у нас еще есть спонборд поэтому мы сможем нормально качественно укрыть воза от мороза в случае если такая необходимость будет потому что повторю еще раз дома я мы к сожалению при таком тепле но никак эти розы не сможем подержать под укрытием нам гораздо проще открыть их сейчас опять же чтобы укрытие вот сейчас она начинает работать уже как дополнительный прогрев как тепличка что нам не надо то есть ранний старт это конечно хорошо но не всегда поэтому вот открыли подвязали в неспешном ритме ну а дальше будем смотреть за погодой сейчас немножко покажу вам состояние лос на этом участке вот здесь на этой шпалере у нас планируется дальнейшем пергола здесь проснулась практически все вот смотрите состояние почек вот эту шпалеру мы открыли вчера и прямо на глазах все растет тут мы открыли позавчера здесь у нас при стенок правда достаточно поздние технари в основном достаточно поздние они тоже просыпаются стронным огорач вот уже листочки показывает шардоне только-только начинает почка опушаться альминский здесь тоже еще спит но вот пенонуар клон урожайный уже так заметно почечка пушится там если посмотреть и видно что растение просыпается также сейчас покажу пару кадров со второго участка с дачного участка вот мы приехали на наш дачный участок пока еще здесь все накрыто теплица тоже все открыто настиж и вот что настиж под укрытием град просыпается ближайшие дни обещают температуру выше 20 градусов в теплице все начнет расти очень быстро поэтому теплицу открываем однозначно впрочем вот и возле дома вот у нас как все проснувшись дальше держать просто нет смысла вот что у нас в итоге после открытия конечно на разных сортах степень открытия почек разная видите такие вот такие вот такие вот такие у кого-то пока совсем немного на самом деле вопрос несколько дней ну что в ближайшие дни прогнозы обещают ему 21 и 22 по некоторым чуть ли не 25 и конечно в теплице рост будет очень бурным поэтому поэтому мы приняли решение открывать но лишь полиру возле дома тоже открыли здесь тоже активно все просыпается причем абсолютно на всех сортах видите какие уже хорошо заметные почки ну здесь в принципе с остальным участком мы немножко подождем ну просто потому что сегодня у нас нет времени открывать и подвязывать еще то есть как видите тепличку там мы открыли до возле дома открыли но остальное будем открывать по мере наших временных возможностей скорее всего что на этой неделе этот участок тоже на сегодняшний день открыто 6 или 7 рядов но дальше будем по мере наших сил по мере наших возможностей постепенно открывать ну и конечно же следить за прогнозом погоды что делать вам тут вы принимаете решение сами в зависимости от того какие у вас возможности временные зависимости от вашего местонахождения от вашей погоды до от вашего региона то есть тут нет правильно и неправильно все равно мы или угадаем с погодой да или не угадаем если вот там не знаю высшие силы будут к нам благосклонны на и отмет саморские морозы то у нас будет замечательный год на рай ранний старт ранее вегетация хороший запас у виноградных лоз и нам будет хорошо но если не повезет значит не повезет значит для того чтобы получить хороший урожай нам надо будет приложить усилия и защитить виноградные лозы от мороза ну что ж мы к этому повторюсь готовы мы знаем что у нас это бывает но держать под укрытием дальше в нашем случае не имеет никакого смысла опять же там те кто говорит а я вот классно укрываю землей вот я могу я вот там это ну опять же все зависит от региона и от погоды у нас никогда не было такой ранней весны цветут он нарциссы цветут тюльпаны всего лишь начало апреля и вот-вот кстати зацветут сады ни до какого мая ни под каким укрытием никто не удержит но это касается нашего конкретного региона в каком-то другом да может быть все совершенно по-другому поэтому повторю еще раз идеальных укрытий идеальных подходов нету мы все равно все зависим от погоды ну конечно желаю нам всем хорошей погоды и хорошего года на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку счет ссылка на каталог наших сортов и награды и наш контакт и до новых встреч